Урожай пропадает очень горюем Но больше всего хозяйки, конечно, печалятся тогда, когда пропадает все, что мы законсервировали В первую очередь я, конечно, коснусь всех тех вопросов, кто мне звонил и спрашивали Значит, в первую очередь, почему взрываются огурцы? Здесь могут быть только три причины Значит, если ваши огурчики, скажем так, если вы делали корнюшончики Корнюшоны не беда Главное у корнюшон, конечно, удалить пяточку Тогда уже это явно, что огурчик не будет пустой В принципе, маринад к нему поступит И кислородного голодания у него не будет У него будет выходить воздух И, скажем так, огурчик ваш не пострадает Если же вы ставите целыми большими огурцами Это касается, конечно, сортов Что помидоры, что перцы, что баклажаны, что огурцы Обращайте всегда внимание на сорта То есть, вы покупаете пакетик Там всегда написано Для переработки Или же для консервации Это, значит, семена, которые подходят То есть, огурчики Которые выросли из этих семян Они подходят для консервирования То есть, если написано для потребления То это не значит, что эти огурцы пойдут на консервацию Есть даже маленькие корнюшоны сорта Которые внутри имеют пустоту И поэтому при закрывании в банке Они, конечно, у вас сдуваются и взрываются Эти пустоты начинают пускать много воздуха И, в принципе, вот тогда и проходит Забраживание вашего маринада Значит, во вторую степень Это, значит, то же самое Если у вас у купорка банок происходит нестерильно То есть, проверяйте всегда машинку Машинка должна быть хорошая То есть, не значит, что вы купили 10 лет назад машинку И она у вас всегда будет работать замечательно То есть, есть, конечно, такое правило Что каждые полтора года хорошая хозяйка Меняет себе автомат для закрывания крышек Ну, это, конечно, хозяин-барин Значит, это вторая причина Ну, и третья причина, конечно, пропорции Уксуса Что касается уксуса Много, вот последние несколько лет Очень много, значит, именно вопросов Как начинаешь разбираться В принципе, все правильно Но уксус у нас, оказывается Уксус пишут 9% Но уксус, вся загвоздка в уксусе Милые мои Значит, я хочу сегодня рассказать Несколько своих секретов Которые я тоже пострадала в позапрошлом году Но я ставила ответственные такие салаты Которые мне нужны именно моим студентам Поэтому я тоже пострадала Значит, уксус тоже уксус урознь Оказывается, вот 9% уксус Он тоже может быть совсем не 9% Поэтому, в принципе, лучше всего в наше время Это пользоваться кислотой То есть, эссенцию Мы покупаем эссенцию И я просто расскажу эти пропорции Как добавляются в баночки И у нас проблем никаких не будет Значит, давайте все по порядку Эти три причины я вам рассказала Можете разбираться Если пропорции, допустим, тоже Всегда смотрите пропорции То есть, соль всегда должна быть Скажем так, основным лидером При консервации Уже сахар мы добавляем по вкусу То есть, вы можете то ли добавлять, то ли не добавлять У меня, если любят сладкое То я обычно на столовую ложку соли Я всегда добавляю 2 столовые ложки сахара То есть, этот маринад приемлемый Всегда на литровую баночку Если 9% уксус, всегда у меня получается 1 столовая ложечка уксуса Или же пол чайной ложечки эссенции То есть, кислоты Если же нет кислоты И вы не можете правильно сделать Добавьте всегда пол чайной Точно так же, как лимонные эссенции Точно так же добавьте лимонной кислоты То есть, если у вас нет дома уксусной кислоты Можете добавлять пол чайной ложки лимонной кислоты И, в принципе, эти пропорции будут всегда достаточно хороши Что же касается наших томатов Значит, с огурцами практически сезон закончен Единственное, что, конечно, было много звонков Куда девать эти огромные большие огурцы Я еще хочу рассказать про такой способ заготовки огурцов Вот видите, все огурцы уже большие То есть, скажем так, они идут, видите, уже и нестандартные где-то И где-то крупноватые Где-то уже немножко загнутые Значит, я такие огурчики ставлю практически точно так же, как те огурцы Но, вы знаете, насколько они получаются нежнее и вкуснее Вот именно обычных огурцов Вы, когда попробуете, вы поймете Значит, в этот маринад я добавляю на баночку Вот, когда заливаю маринадом Я первый раз заливаю просто кипятком Тоже приправки, какие любите Чесночок, можно смородиновые листики Я добавляю гвоздичку, черный перчик Все это закладываю в баночку Закладываю очищенные свои огурчики И заливаю кипятком Два раза их заливаю Между прочим, в банку, когда заливаете кипятком Это и есть стерилизация Только стерилизация в банке То, что мы есть салат и стерилизуем просто в воде А эта стерилизация называется уже в банке Мы заливаем кипяточком пару раз Они у нас хорошо прогреваются И в следующий раз мы уже заливаем маринадом Значит, на галыши обязательно добавляем лимонную кислоту Почему? Потому что, в принципе, это, скажем так Более полезно, чем уксусная кислота И точно так же добавляют эту кислотность в наш маринад И огурцы стоят очень долго Значит, я сюда из расчета 2 столовые ложки соли Добавляю 3 столовые ложки сахара А могу и 4, как у меня под настроение Вот, и добавляю сюда чайную ложку лимонной кислоты Все, сюда больше ничего добавлять не надо Закипятили этот маринад И третий раз залили и укупорили Эти огурцы стоят очень долго И поверьте, они очень вкусные Огурцы мы также делали в огурцах Я уже рассказывала про этот способ Они уже у нас получаются солененькими Но почему огурцы в огурцах? Потому что, в принципе, маленькие огурчики Сохраняют свой хруст Вот чем хорошо Видите, у них происходит уже Вот сейчас уже идет второй месяц Видите, у них происходит брожение там Вот, но ванночки стоят очень аккуратные И огурчики вы потом достаете просто хрустящие Никакого уксуса сюда не добавляйте Сюда добавляется только соль На килограмм протертых огурцов Я добавляю столовую ложку соли Или из расчета, кто любит больше Можно добавить 2 столовые ложки соли Для вкуса я еще добавляю зубочек чесночка Никогда в огурцы не кладите много чеснока Потому что огурцы, они имеют свойство Тогда быть мягкими До 3 зубков чеснока на большую банку Этого достаточно Если маленькая банка Можно зубочек, но порезать их пластинками И огурчики будут хрустящие Еще одну ошибку совершают Когда ставят огурцы Их переворачивают и укутывают А огурцы не надо никогда Не переворачивать, не укутывать То есть огурчики должны Вы должны законсервировать их Закрыть и поставить Когда вы их укутываете Они становятся мягкими И еще хочу сказать одно Вот когда очень торопитесь То есть огурцов много всегда Очень торопитесь Я всегда бланширую, допустим, огурчики Я их не заливаю по 3 раза Допустим, 2 раза залили Это очень много времени занимает Я обычно беру мисочку Кладу туда друшлаг Марлечку Завязываю хорошенько свои огурчики И опускаю в кипящий рассол Буквально на 3 минутки 2-3 минутки достаточно Они становятся такие Темно-зеленого цвета И сразу же их кладу в банку И здесь же у меня кипит уже маринад Я их сразу же заливаю И сразу же укупориваю И эти огурцы не забывайте Только сверху всегда добавлять Никогда в маринад Я обычно не лью Лимонную кислоту там Или уксус Я всегда добавляю Когда залила рассолом Сверху всегда добавляю То есть получается Вот это пространство у нас спиртом Очень хорошо сделано Их не надо переворачивать То есть спирт всегда микробы все убивают Если даже не полностью стерилизована банка И огурчики хорошо сохраняются Что касается наших томатов Ой, вопросов очень много И опять же вернемся к самому началу Приобретая семена Вы должны видеть какие это томаты То есть бывают мясистые сорт Они конечно у них очень мало сока Бывают сорт долго хранящийся Обычно эти помидоры Тоже обращайте внимание Они всегда с жесткой кожурой И в принципе для них Вот именно консервирование Идет немножко по-другому И я просто поближе потом расскажу Точно так же есть помидоры Допустим у нас мелкие Мелкоплодные, крупноплодные Подвержены консервированию Есть с пустотами Именно томатики Как бишпармак Он выращивается для того Чтобы их фаршировали И вот допустим такие у меня Вот, как итальянские Они очень красивые Их очень много И они шикарные помидоры То есть они у меня лежат До нового года просто в ящике Я даже ничего с ними не делаю Они хранятся очень хорошо И не сказать, что у них и шкурка толстая И мясистые вроде они Но у них есть пустоты Их если разрежешь У них есть пустоты Вот эти помидорчики Когда они мясистый край получается И пустота внутри Они очень хороши для вяления Допустим или для сушки Или вяления То есть вы берете точно так же Разрезаете половиночками Складируете их на противень Вверх То есть чтобы кожица была на противне И вот таким способом Их вялите в духовке При не очень высокой температуре Но несколько часов Когда они подвялиться Будет видно Вот эти помидорчики Помидорчики Можно потом как хотите хранить То есть замораживать Их можно точно так же Консервировать в салатах Добавляете в салаты И точно такую же стерилизацию Они проходят Со всеми продуктами Как положено То есть Это очень хороший способ Именно сохранить В свежем виде Значит Те же самые мясистые помидоры Как сохранить в свежем виде Берете обыкновенно На блендер Перемолачивайте их Потому что В принципе Мясистые помидоры В них очень много мякоти И мало сока Поэтому чем они хороши Для добавления в супы Для добавления в какие-то гарниры То есть Берете просто эту мякоть Перекручиваете на блендере Это делается очень быстро Размололи Разлили в эти формочки Для кубиков льда Которые есть в каждом холодильнике Размололи Вот у вас есть несколько штук Эти красных Сделали буквально Я еще туда добавляю У меня всегда есть зелень дома Неважно какая Сегодня принесла петрушку Есть петрушка Укропчик там Все Добавляю немножечко туда Именно зелени Все это перемешиваю В эти формочки Раскладываю И просто ставлю в холодильник Они буквально при высокой заморозке Допустим у меня минус 18 Они замораживаются Эти кубики очень быстро Их выбрасываю потом в пакетик И складирую ниже в ящик И дальше продолжаю Точно так же замораживать Вы также можете заморозить себе Свежую зелень То есть если укроп его делать с солью И хранить в холодильнике Поверьте мне Он все равно теряет вкусовые качества То есть он становится Мало того что водянистым И у него запах нет того аромата Но если вы эти кубики Если вы набьете эти формочки Именно зеленью порубленной Добавите туда холодного кипятка Буквально по капельке Чтобы оно схватилось Ваши приправки все схватились И эти кубики потом будете бросать Где-то в супчик Или где-то в картошечку Поверьте мне Запах будет изумительный То есть свежей зелени Натуральной свежей зелени Что нам и требовалось А нам и хочется сохранить Именно свежее Чтобы оно пахло Потому что если вы нарежете помидоры И просто так заморозите Они тоже становятся водянистые Допустим они уже какие-то салаты Не подходят Потому что при размораживании В них получается очень много влаги Очень много сока И в принципе получается Так же как спрашивали огурцы на оливье Вот я замораживаю огурчики на оливье Я тоже раньше замораживала И поверьте мне Что конечно при заморозке Вот запах огурца сохраняется Но он получается водянистый И такой как резиновый То есть это уже не свежий огурчик А если вы сделаете горошек Законсервируете его вместе с огурчиком Поверьте мне Он получается Именно этот рецепт Получается для салата оливье Он так и делается На пропорцию гороха Берется столько же огурцов Именно все это консервируется И потом вы уже можете смело В салатике добавлять С горохом можно точно так же Заморозили При готовке салата Как наш любимый новогодний оливье Я обычно заливаю Достаю пакетик этого гороха замороженного Заливаю стаканом кипятка Добавляю туда лимонной кислоты Опять же щепотку И поверьте мне Это тот же самый консервированный горошек Который не надо мучиться Стерилизовать в этих банках И ставить эти банки Где место В принципе забирают наши драгоценные салаты Какие-то борщи и рассольники То есть Люди у которых есть студенты Они меня поймут Салатов готовится много Поэтому места конечно получается мало И вот эти вещи можно замораживать Можно замораживать даже перец Точно так же Если вы хотите чтобы перчик был хороший Ароматный и вкусный Тоже не режьте его в свежем виде Если вы порежете в свежем виде Он сразу же выпускает сок И он моментально получается Знаете каким Стеклянным И вот этот сок Потом он Получается тоже салат водянистый А если вы немножко перец Запечете Просто берете в духовку Кладете целый Ну я обычно еще надкалываю вилочками Ну конечно не такой огромный А берете какие-то Поменьше стручки Прокалываете вилочкой Кладете точно так же на противень И просто потом его замораживаете Поверьте Это будет точно такой же свежий перец Значит консервирование Конечно консервирование Заводское допустим И домашнее Никогда в сравнение не шли Потому что заводское консервирование Они делают стабильные закатки Много добавляют туда уксусной кислоты Чтобы продукты именно сохранялись И не вздувались И не взрывались Вот А нам самое главное Чтобы было ближе к натуральному Поэтому мы свои консервации Сделаем более Скажем так Доступные для нашего желудка Помидоры Делаем быстрые заготовки То есть Вот консервирование Как наши бабушки Раньше солили в бочках И в бочках те же самые огурцы Опускали в подвалы Сейчас не каждая хозяйка Это может сделать Почему? Потому что у нас нет условий хранения Даже подвалы Сейчас у нас прогреваются зимой В зимнее время Что там вялится наша и картошка И та же свекла Уже не говоря про квашение Наших помидорчиков Яблоков Допустим И огурцов Поэтому хочется делать именно так Сделали небольшими баночками Поставили в холодильник Я считаю соленый огурец У вас всегда будет под рукой А соленые огурцы Для чего нам нужны? Для рассольников Рассольники я всегда тоже заготовки делаю Много огурцов Много помидор Как раз сезон Хочется А ведь вы поверьте У кого есть студенты Это самое милое дело То есть я делаю по 3-4 порции Всегда ставлю этих борщей Щей И те же самые рассольники Только для того Что мои студенты и поехали Бросили 3 картошины в кастрюлю И просто бросили этот рассольничек в банку И поели просто первое Потому что обычно Это у студентов Именно первое Едят они очень редко Поэтому вот это вот все Конечно оно требует более усилий Больше усилий Допустим Все заготовки Где добавляется крупа Не забывайте Есть Вот я уже понял на своей практике То есть тоже многократно Особенно когда раньше фаршировал Оставила фаршированные голубцы То есть я фаршировала перцы Ставила тоже зимние заготовки И очень много заготовок портилось Почему? Потому что помещение теплое Кладовка теплая И при хранении Естественно происходит Именно порчение наших продуктов И вот теперь Когда с добавлением Я теперь стала Во все салаты Я их готовлю Варю Тушу Как положено В кастрюлю Чего захотел Туда бросила Но именно при И тогда Когда раскладываю В банки Я только тогда Сверху добавляю Пол чайной ложки На такую вот Баночку Пол литровую Меньше Чуть-чуть можно Или на 700 граммовую Я пол чайной ложки Добавляю Уксной эссенции То есть Когда я добавила Сверху Уксную эссенцию Я уже спокойно За эту банку И поверьте мне Она не чувствуется В нашем рассольнике Не чувствуется В наших Борщах и щах Вот И в принципе Это очень удобно Значит помидоры Можно поставить Обычно Если сохранить Свежие помидоры Не получается В квартире Берете значит Помидоры Которые у вас Ну способствуют Вот этому Берете обычно Такие плотненькие Можно А можно даже Какие помягче Только чтобы Именно были Они не совсем Сочные Бывает что Вот видите Как вот черные сорта Они очень наливные соком То есть в них очень много сока Такие же как зеленые Белые томаты Они именно для свежего потребления Именно в салатах Почему? Потому что в них очень много сока Вот А эти уже более плотные Мы ошпариваем их Или я просто забрасываю В кастрюлю с кипятком Буквально несколько минут Делая при этом Я всегда Чищу Допустим Помидорчик Делаю разрез Не поленитесь Сделайте Это очень быстро делается Острый нож Сделали разрезики Целую мисочку вашу сделали И просто Ее кладете в кипяток Моментально Они распускаются Как бутончики Понимаете Вся наша кожица Просто Она Берете и снимаете И вот эти Начищенные помидоры Складируете в трехлитровую банку И заливаете Обычным Туда тоже добавляйте по вкусу Можете чесночок добавить Я всегда добавляю сельдерей Потому что очень люблю сельдерей Он у меня везде Во всех заготовках Добавляю сельдерей И именно Складирую все эти томатики Полностью До верха И они у меня и называются Галыши Что голыши Эти Что голыши Эти И заливаю их просто маринадом Маринад делаю Обычный Делаю На литр воды Столовую ложку соли Вот кипячу Из расчета Сколько вы банок сделали И сразу же кипящим Заливаю Все Укупориваю Они стоят очень долго Но поверьте До нового года Этих томатов практически Не остается Почему Потому что Оказывается Они очень вкусные И любимые Вот я всегда делаю черри Знаете Бывает времени мало И черри почистить Поверьте мне Их очень сложно От шкурки очистить Поэтому я даже делаю С этим рецептом Вот целенькие черри Засыпаю быстро Во все баночки Заливаю этим маринадом Но конечно Не надо говорить Что для этого рецепта Конечно Должны быть стерилизованные банки То есть банки Должны быть хорошо промытые И простерилизованные Почему Потому что мы сразу Заливаем Кипящим маринадом В принципе Баночки должны быть Подготовлены Если мы Для стерилизации Несколько раз Заливаем наши огурцы То в принципе Банки просто должны быть чистыми Потому что они Простерилизуются Вместе с огурцами Вот И заготовки Получатся хорошие Вот это что касается Именно Сохраняются Свежие Свежие Точно так же Можно заготовить Помидорчики Если вы их Просто складируете Точно так же В банки Вот у меня Допустим Много вот этих Сочных помидор Я их прокручиваю Даже не прокручиваю Бывает Вот разрежу быстро На 3-4 части В кастрюльку бросила Пока я здесь Смотрю Выбираю помидорчики Они уже у меня Стали горячими Я выключаю Эту кастрюльку Охлаждаю Просто протираю Через сито Чтобы у меня Вот все эти шкурки И все эти вот Пяточки Просто остались В одной стороне А все в другой стороне И уже Складирую Все эти Хорошие свои помидорчики Которые у меня есть Чтобы они были Свеженькими Такими как и есть Я их складирую В баночки Можно туда добавить чесночок Но если вы хотите Чтобы они были Натурально свежими Ничего не добавляйте Поверьте Доводите до кипения Я даже иногда Не довожу Я добавляю просто В эту томатную массу Когда перетерла Все помидорчики Добавляю туда соли И соли можете В томатную массу Добавить чуть-чуть больше Допустим На литр 2 столовые ложки соли Но тоже Кто сильно соленый Они не получатся Сильно соленые Можете из расчета От 1 ложки До 2 столовых ложек соли Добавлять на литр Этой массы Вот размешали Чтобы соль Хорошо растворилась Этой массой Заливаете эти Все свои баночки И стерилизуют Ставите на стерилизацию Накрываете крышечками И стерилизуете 8-10 минут Все Ваши помидоры Получились как свежие Причем еще С очень хорошей Заправкой Поверьте Этот сок Тоже выпьют Просто без оглядки И помидоры Когда достаете Они имеют аромат Они имеют Вот точно Самое как свежие помидоры Просто насыщенный вкус И аромат Именно томатов Ну С помидорами Очень сильно разошлась Конечно Заготовок Очень большое множество Но я всегда пользуюсь Уже с годами Именно теми Заготовками Которые Скажем так Более полезны Моему желудку И Точно так же Чтобы они были быстрые Что касается перцев Сколько не ставила перцев Все хвалят Все кушают А сама есть не могу Ну съем пару перчей Потом мучаюсь Значит Ставила тоже заготовки Всегда с растительным маслом Поверьте мне Если перец Ставить без растительного масла Он получается Точно такой же вкусный Очень ароматный И очень вкусный Но уже для желудка Он совершенно полезен То есть Нет растительного масла Нет этого При вкусе масла И желудок ваш Очень хорошо работает Значит Этот рецепт У меня спрашивали Я говорила как-то В предыдущих передачах В принципе На литр маринада Добавляйте Полторы столовые ложки Сахара Добавляйте Нет Полторы столовые ложки Соли Можно до двух столовых ложек Соли Я обычно меньше делаю Потому что люблю сладкое Где-то 150 грамм сахара Ну Чтоб не полный стакан И добавляйте туда 100 грамм 9% уксуса Это на литр Но из расчета Когда я режу перец Допустим Килограмм 6 Нарезала перец У меня получилось Килограмм 6 У меня практически идет Где-то на 2 литра 2 литра маринада Делаю Вот делайте из расчета Которую пропорцию Я сказала на литр Делайте допустим На 2 литра воды Уже из расчета На 2 литра Делайте маринад И просто Бланшируете ваш перчик Буквально 3 минутки Сразу же складируете в баночки Заливаете сверху Маринадом В котором Бланшировали И просто Укупориваете Перец получается Изумительный Не забывайте При добавлении чеснока Продукты тоже Вот Всегда Когда вы боитесь Что у вас Очень портится салат Допустим В кладовках Но салат Очень любим Детьми Ну Не знаю Мужем Любимым Значит Конечно Запомните Что если в салат Чтобы его хорошо сохранить Он допустим У вас сдувается В теплых кладовках Не добавляйте лук Лук очень капризен Чеснок Очень капризен В заготовках И если вы перестанете Добавлять В ваши заготовки В ваши салаты Допустим Лучок Он будет стоять Очень долго Потому что В принципе Только маринованный чеснок Он очень капризный И ставить его надо Бланшировать Не менее 10 минут Если он есть у вас В заготовках Или вы переслаиваете Допустим Как я вот в желе Делаю помидорчики Я конечно Иные порции Делаю просто Переслаивая луком Тогда у меня Уже стерилизация Происходит дольше До 15 минут Я эти баночки Стерилизую Кстати Попробуйте В желатине Изумительно свежие Помидоры получаются Точно так же Со вкусом Уже сами Должны добавить Видите Они просто получаются Наверху И вот эта вот Желейная масса Не бойтесь Я сначала тоже Первое время Всегда думала Что ли Припортились Но когда они У меня стерилизуются Именно вот в таком виде Они застывают И остаются Значит На литровую банку Можете добавлять До 40 грамм Желатина Я обычно делаю Вот сколько есть Желатина Допустим Если 10 литровых Баночек Половиночками Режу пополам Помидорчики Складирую их Всегда Чтобы у них Кожица была Наверху Складирую их Все красиво В баночку Что любите Добавьте Зубочек Чесночка Травку Свою любимую И просто Уже сверху Заливаю Маринадом Маринад Уже тогда Кипячу Желатин Пока вы Пока вы нарезаете Помидорчики Пускай минут 40 Побудет У вас Набухает Потом вы В маринад Свой Добавляете Именно Желатин Из расчета 2 столовые ложки Соли 2 столовые ложки Сахара На литр воды И 40 грамм Желатина Все это Кипит у вас И вы Смело Заливаете Вот эти ваши Баночки Тогда Горячим Маринадом Ставите Естественно В горячую воду Стерилизоваться Потому что Если банки Охлажденные Никогда не ставьте Стерилизовать Сразу же В горячую воду А именно В теплую Какую-то Водичку 30-40 градусов И тогда Уже будет Нагреваться Вместе Кстати Стерилизация Она только После того Когда Кипит Ваша вода Она Вот эти минуты Надо отсчитывать Именно Когда Закипела Наливать Всегда надо В форму Чтобы было На сантиметра 2 Ниже Уровня банки Закрываем Крышечками Очень хорошо У кого есть Такие Специальные Зажимы Которые Зажимают Крышки Но Имейте в виду Если вы На 2 сантиметра Воду Ниже Нальете Она уже В банку Не попадет Всегда Ее делайте Тише То есть Вода Кипит Она и кипит Но не надо Чтоб она У вас Выплескивалась Со всех Тазиков И попадала В ваши Баночки То есть Делайте Даже Стерилизация Может делаться При 90 градусах Она будет Точно Такая же Стерилизация Ваши банки Поверьте мне Если здесь Кипит вода Значит И там У вас Тоже Кипит Вода И стерилизация Происходит Именно При кипении Засекаете Тогда вода Закипела 15 минут И достаточно С желатином Мы стерилизуем 15 минут Точно так же Укупорили Не надо Не переворачивать Ничего Поставили Баночки Оставаться И очень хорошо Поверьте Банку Вы сидите Просто В один присест Что еще Касается Салатов Салатов Множество Милые мои Добавляйте Любимые продукты Которые вам Надо Допустим Вот борщи Мучаются Как я раньше Мучилась 40 литровые Эти кастрюли Огромные Натираешь Пока бураки Пока Морковку Пока все Поверьте мне Если вы Просто Сделаете Свекольную Заготовку Допустим Потрете Ту же самую Сырую свеклу На 3 литровую Кастрюльку Я всегда Добавляю 2 столовые Ложки соли Без горочки То есть Обычные 2 столовые Ложки соли Вот И эту свеклу Прокипячу 20 минут Раскладывая В баночке Поверьте мне В любой борщик Ведь самое главное Для приготовления Борща Это приготовление Нашей свеклы Всегда занимает Много времени Но Именно вот для этого А сейчас Стали добавлять Туда все Что можно Все что нельзя Это очень долго И в принципе Заготовки Получаются Очень густые Сухие И очень капризно Тоже стоят Поэтому если Свеклу Отдельно сделать Поверьте Борщи В половину Если так Три часа Готовить Ваш Борщ Надо Допустим Хороший борщ Украинский То так у вас Пойдет полтора часа То есть Вы время свое Сокращаете Просто Замаринуйте Законсервируйте Вашу свеколочку А остальное Быстро у вас Зажарится Та же морковочка Тот же лучок Это же две минутки И зажарится у вас На сковородочке И борщик Ваш будет аппетитным Что касается Нашего варенья Мы еще коснемся Ну а на сегодня Вот именно Эти вопросы Которые были болезненные Звонили люди Спрашивали Я все-таки Нашла время И ответила на ваши вопросы На сегодня Все Звоните Я всегда помогу И расскажу Берегите себя Субтитры создавал DimaTorzok